Теорему о равномерном распределении Мы рассматриваем простые векторы Вот простые векторы На которых нет целых точек Вот от нуля до конца этого вектора Целых точек нет Множество простых векторов было показано В квадрате 100 на 100 И видно было, что оно довольно хаотически Но равномерно распределено на плоскости И утверждение состоит в том Что оно равномерно распределено в нмерном пространстве С плотностью ρ равняется единице разделить на z от n Но равномерное распределение означает Повторяю Что если есть какая-нибудь область Например, многогранник Или в двумерном случае многоугольник g То если мы умножим g Ну, многоугольник давайте Пусть будет многоугольник g Если мы g умножим на n И посчитаем Для данного множества m Число точек Попавших в NG А в то же время Почитаем все целые точки Тоже Число точек возьмем То отношение Стремится Когда радиус стремится к бесконечности Это расширение Стремится к константе ρ Которая не зависит от g Тогда равномерно, господин Вот Если n равно 1 То это неверно Потому что простые числа Имеют убывающую плотность Когда уходим на бесконечность Там они реже Поэтому Там получается ρ равное нулю А здесь я забыл сказать Это важно Равномерное распределение называется тогда Когда этот предел Существует Не зависит от g И еще добавок положителен Потому что распределение С плотностью 0 Слово равномерное И неудачно было бы К нему применять Потому что Ну например Любое конечное множество Любое убывающее Очень сильно до бесконечности Получится Что они все равномерные А какие же они равномерные Вот и простые тоже Конечно простые Реже расположены При больших числах Чем при малых Так вот Сегодня Я попытаюсь это доказать Ну В сущности говоря Это не сложное доказательство Но технически Все-таки придется Писать некоторые неравенства И формулы И поэтому нужно много мела Во-первых Имеется Такая идея Которая по-видимому Принадлежит Герману Вейлю Еще в 19 веке Была его работа Про равномерное распределение Дробных долей Арифметических прогрессий В которой он придумал Следующий трюк Оказывается Можно переформулировать Равномерное распределение В терминах Типа эргадической теоремы Так что оно будет выглядеть Совершенно иначе Но будет совершенно эквивалентно Значит я сейчас расскажу Такую теорему Вейля Которую можно было бы Принять за определение То есть можно было бы сказать Что равномерно распределено Множество m Тогда и только тогда Когда выполняется то-то и то-то Вейль доказал Что вот если Равномерно распределено То это выполняется А если это выполняется То равномерно распределено Так что это действительно Эквивалентно определению И вот какое определение Рассмотрим какую-нибудь функцию На Ну давайте для простоты Тут можно разные немножко варианты Я возьму такой вариант Который я люблю Рассмотрю Куб Размером единица Отрезок 0,1 В степени n И буду рассматривать Подмножество И все буду рассматривать В этом кубе Конечно Можно выбрать масштаб Единицу длины Так что это будет содержать Все что угодно Ну вот точки этого куба Значит будут Векторы x Большое Из rn У которых будут Компоненты x житые g от единицы до n Вот И вот мы рассмотрим Кристаллическую решетку В этом кубе Вместо решетки Во всем пространстве Рассмотрим Кристалл С постоянной планкой Единицы Делить на n Большое То есть возьмем Такие значения x житые Равняется n житые Поделенные На n Большое Н Большое Фиксированная Константа Целое число Фиксированное Большое Целое число Вот А n житые Целочисленные То есть Значит вот мы берем Куб Размером Единицу На единицу Квадрат В двумерном Случае И в нем Рассматриваем решетку С шагом Единицы На n Вот Это Чтобы избавиться От некомпактности В ограниченной области Можно было бы Этого и не делать Но так мне удобнее будет Писать формулы После этого Рассмотрим функцию Которая задана На этом кубе Ну например Вещественную Хотя Полезные Комплексные Мы даже больше Будем рассматривать Ну комплексные Это пара вещественных Вещественная часть Мемая часть И предположим Что это функция Непрерывная И даже Будем предполагать Что она гладкая Если хотите А на самом деле Интегрируемой По Риману Хватило бы Но Можно считать И гладкой Это как угодно Можно вопрос В прямую Или в размерной Что? В R Или в R В смысле В размерной По-моему Я написал ясно Вот Когда я хочу Написать РН То я пишу РН А когда я пишу Р То это значит Что Н равно Единица Там наверху Вот так Функция С вещественными Значениями Числовая функция Знаете Синус Косинус Экспонента Вот такая Логарифм Может быть Даже Хорошо Так вот Возьмем И мы Предположим Что мы хотим Посчитать Среднее значение Этой функции По нашему Кристаллу По целым Точкам Вот этим А можно Посчитать Среднее значение Только по тем Точкам Которые Вот простые В нашем случае А вообще Есть какое-то Подмножество М Которые Лежит Внутри Решетки Ну и Когда мы Делим Вот на это Н большое То и мы Его делим На Н большое И тут Получается Множество М делить На Н большое Которое Состоит Из каких-то Подточек Нашей решетки Не все Точки Решетки Какие-то Некоторые Вот эти Точки Это множество М делить На Н большое Попавшие Ну пересеченные С кубом Конечно Надо брать Только те Точки Из М делить На Н Большое Которые Попадают В куб Так вот Рассмотрим Среднее Значение Ф с крышечкой Н Н фиксировано Ну и Среднее Значение По Множеству Этому Самому М Значит Это надо Как-то В обозначениях Чтобы Не запутываться Наоборот Будем М писать В индексе В индексе Что среднее Берем по точкам Из М Вот И Будем рассматривать Это Зависимость Его от Постоянной Планка Зависимость От шага Нашей решетки Вот Среднее Значение Это значит Сумма Всех Значений В этих Точках Поделенная На их Число Этих Точек Вот И рассмотрим Предел Или так Возьмем Среднее Значение По всей Решетке С тем же Шагом Можно взять Среднее Значение По точкам Только Из М В нашей Кристаллической Решетке А можно По всем Точкам Так вот Утверждается Если Множество М Распределено Равномерно То тогда Эта разность Стремится При М Стремящемся К бесконечности К нулю Равномерно Распределенное Множество Это множество Которым Можно Пользоваться Для вычисления Средних При Малой Постоянной Планке Асимпатически Будет То же Самое Ну Доказательство Очень Простое Надо Ну Просто Взять В качестве Функции Ф Характеристическую Функцию Это множество Ж Тогда Сумма Значений Это и будет Число Попавших Точек А с другой Стороны Любую Гладкую Функцию Можно Апроксимировать Линейной Комбинацией Характеристических Поэтому Если Верно Для Характеристических То Верно Для Непрерывных А Если Для Непрерывных То и Для Гладких Верн Они Тоже Все Непрерывные Так что Все В порядке Теперь Замечательное Наблюдение Вейля Состояло В следующем Что? А как же Если Ро В том Определение Равно Нулю Нет Это правильно Мы Сейчас Не говорим Ничего Это Если Среднее У этого Множества Равно Нулю То Нехорошо Значит Это Надо Отдельно Еще Проверить Что Этого Множества Надо Чтобы Вы правило Надо Добавить Чтобы Чтобы Ро Было Не Равно Нулю Надо Чтобы Оно Было Не Равно Нулю Это Это Нужно Проверять Еще Потому Что Может Оказаться Что Этот Предел Равен Ну Понимаете Как Если Среднее Это В общем То Доказывается Если Разница Средних Равна Нулю То Плотность Если Любой Функции Такая Средняя Равна Нулю То Плотность По-моему Не может Быть Нулем Но Неважно Можно И добавить И проверить Это Все равно Формально Говоря Лучше Давайте Добавим Что Множество Плотности Которые Отличны От Нуля Тогда Итог Тогда Равномерно Распределено Когда Такой Передел Ноль Это Все Равно Хорошо Теперь Замечание Вейля Состоит Следующим Вместо Того Чтобы Исследовать Этот вопрос Для всех Функций Достаточно Для одной Функции Посчитать А именно Для Гармоники Для Синуса Значит Вот такие Функции Гармонические Функции Синус Синус Вот этого Икс Житого Косинус Икс Житого Линейной Комбинации Тогда Тоже Будет Ведь Такое Условие Про Среднее Если Оно Верно Для Двух Функций То Верно Для Сум Для Линейной Комбинации Тоже Поэтому Если Верно Для Всех Гармоник То Верно Для Всех Тригометрических Многочленов А Тригометрическими Многочленами Можно Апроксимировать Потеря Биберистрация Любую Непрерывную Функцию И Поэтому Мы Получим Но Тут Надо Даже Разрывные Некоторые Функции Тут Вейл Пользуется Следующим Трюком Пусть Имеется Какая-то Функция Ф На самом Деле Это И для Характеристической Функции Верно То есть Она Разрывная А все Равно Верно Следующее Условие Имеется Ее Апроксимации Сверху И снизу Тригометрическими Многочленами Тригометрический Многочлен Снизу Тригометрический Многочлен Сверху Между Которыми Она Заключена Функция Разрывная Тригометрический Многочлен Гладкие Непрерывные А все Таки Можно Приблизить С большой Точностью Только Надо правильно Мерить Точность Нельзя Мерить Точность Разностью Между Верхним И нижней Функции Потому что Тогда Функция Ф была бы Непрерывной Если бы Так Можно Было Апроксимировать А Гвейл Предложил Мерить Интегралом Какой модуль Больше Больше Меньше Зачем Мне поставить Модуль Можно Конечно Поставить Модуль А можно И не Ставить Большая Функция Больше Меньше Так Вот Смотрите Как тут Обстоит Дело Вот у вас Есть разрывная Функция Скажем Характеристическая Функция Вот такая Вот Тогда найдется Тригонометрический Многочлен Который Больше Ее И Тригонометрический Многочлен Который Меньше Ее Разность Между Этими Многочленами В некоторых Местах Очень Большая А вот Интеграл Можно Сделать Скорее Годно Малым Можно Так Пророксимировать Чтобы Интеграл Был Очень Маленький Ну конечно Для произвольной Разрывной Функции Это сделать Нельзя Это ровность Для интегрируемых По Римону Функции Ну например Для характеристических Функций Многоугольников Многогранников В многомерном случае Это можно сделать Это легкое упражнение А из этого Следует Если теперь Брать Средние Для этого И для этого И если Средние Сходятся Вот как тут Указано То тогда Для той Которая между Ними Тоже Сходится Поэтому Из того Что верно Для синусов Следует Что верно Для всех Трегиметрических Многочленов А из того Что верно Для всех Трегиметрических Многочленов Верно Для всех Интегрируемых По Римону Функции Например Для характеристических И для гладких поэтому это вот утверждение мы и будем проверять для случая когда функция f синус а больше ничего проверять не надо чтобы доказать равномерное распределение надо доказать вот это предельное соотношение для синусов вот у нас имеется куб я говорил что в нем есть координаты x житые вот эти координаты аргументы у синуса надо конечно брать как в рядах фурье такие чтобы на границах куба вырастали у первого синуса на 2 пи у второго на 2 пи умноженное на 2 на следующий час напишу какие аргументы сейчас я напишу какие ситуации те самые которые в теории рядов фурье на кубе вот ну напишу но удобно считать для комплексных функций тогда конечно неравенство будет для их вещественных частей но я не буду переписывать заново условия для комплексных функций смысл понятен вот значит вот какая функция вот какая функция f от x равняется е в степени 2 пи и скалярное произведение к x значит к волновой вектор который лежит в двойственном н-мерном пространстве я буду его означать также потому что многомерный случай здесь имеется интересная функция которая получается при к равном нулю если к равно нулю то это единичка эта функция единичка вот тогда у единички имеется среднее значит вот среднее значение этой единички по всем точкам решетки будет тоже единичка вот а среднее значение по точкам которые принадлежат нашему множеству м которая нас интересует будет тоже единичка поэтому для единички всегда выполнено а для остальных функций положение иное какое среднее значение по решетке у такой функции вот надо знать что средняя синуса по решетке равно нулю ну давайте докажем это хотя это очень просто конечно но мы это докажем не буду позже я мне будут позже нужна более общая формула я ее докажу позже на самом деле предупреждаю что она равна нулю а поэтому утверждение которое надо доказывать состоит только в следующем предел при n стремящемся к бесконечности для такой функции f среднее значение по множеству неделимых векторов м равняется нулю если к не равно нулю это и вся наша теорема потому что эта часть 0 а значит доказывать что у этой предел 0 так теперь доказательства теперь начинается настоящее доказательство значит доказательство начинается с странной комбинаторики которая называется теория включения исключения и которую мы будем обозначать буквой мю в честь мебиуса вот и так предположим что имеется с простых чисел различные простые числа p1 p2 ps мы будем обозначать этот набор через п большое а а для простоты той же буквой п большое мы будем обозначать их произведение потому что по единственности разложения на множители они определяются своим произведением тогда для каждого числа п большое мы определим такое множество векторов m п большое это множество векторов которые делятся на п большое а у этого множество мы возьмем характеристическую функцию которая равна единице в его точках и нулю во всех остальных точках ее обозначим хипо большое единицы если делится 0 если их с ней делится конечно получается сложная система множеств которые сложным образом пересекаются получается некоторые иерархия всех точек по их делимости на разные целые числа из нашего набора p1 ps в частности у нас имеются такие множества m p1 это делящиеся на первые из простых чисел вообще mpe и t потом имеется множество делящиеся на пары целых чисел mp и pg вот этих будет у нас с штук а этих для им меньших g поэтому их будет число сочетание из s по 2 Потом будут m, p, i, p, g, p, k Для разных троек Простых чисел Можно считать, что i меньше g, меньше k Чтобы не было повторений И тогда число сочетаний из s по 3 и так далее Разумеется, вот это множество Есть пересечение двух предыдущих m, p, i, p, g Есть пересечение множества m, p, i Делиться на произведения Надо делиться на каждое из множеств Это разные простые Ну и между ними там имеются известные Соотношения, понятно Которые являются гомологиями Т-симплекса Есть характеристические функции Hi, p1, p, i, t Hi, p, i, t, p, g, t Hi, p, i, t, p, g, t, p, k, t И так далее И вот составим Из этих функций Такую основную для дальнейшего комбинацию Линейную комбинацию Характеристические функции Делим их Значит, эту функцию Мы обозначаем ее Мю В честь Мюбиуса Мю равняется Какая самая простая? П Какое самое простое из П? Вот нет Это, знаете Андрей Картан На заседании Бурбаки Всегда задавал вопрос Когда кто-нибудь Рассказывал Там какой угодно доклад делал Он говорил А что, если это ваша алгебра Будет равна нулю? И, значит, подставляли Получали И он проверял Он для нуля Мог быстренько посчитать Что должно получиться И сверял Получается или нет Ноль самое простое Место И надо проверять для нуля Так вот Какое самое простое Из этих простых чисел? Нет Нет, нет Погодите Я сейчас вам объясню все Но, значит, ему иногда отвечали А у меня была алгебра с единицей Нулем она быть равна не может Вот стандартный ответ Но здесь я вам скажу так Это то, что вы говорите Что простых чисел Я спрошу Какое самое маленькое значение С возможно? Ноль Ноль, правильно Так вот Чему равно произведение Нуля со множителей? Вот именно Поэтому мы так и напишем Хи один Что такое хи один? Что такое множество м1? Вот я здесь его не вписал Нарочно Самое простое Тут есть еще м1 А здесь имеется хи один Что такое м1? Это которые делятся на единицу Это что такое? Это вся решетка А хи один Это функция, которая равна единице Во всех точках решетки И нигде нужную не равна Вот так Вот мы с нее начнем Мы из нее вычтем Сумму Хи пи т По и Прибавим Сумму Хи пи пж По пи меньше пж Ну или и можно Они разные Значит и меньше ж Минус сумма тройных Пи пж пк Плюс Ну и так далее Последнее будет плюс или минус Хи п1 Пс Теперь спрашивается Что это за замечательная функция? Чему она равна в каждой точке х? Чему равно значение этой функции в каждой точке х? Давайте посчитаем Возьмем какую-нибудь точку х Предположим, что эта точка делится на какие-то п из наших Ну вот она делится на какие-нибудь п из наших П и 1 Какое-то там и так далее П и с Ну это тут обозначение Немножко Ну нет, правильное обозначение Здесь пи т А вот какие-то значения И равно и 1 Можно так обозначать И потом еще множится Ну еще на что-то, которое ни на какие из наших простых больше не делится Вот она делится на эти простые из нашего набора Вычислим Значение Мю от х Надо вычислить каждое слагаемое Хи 1 в х чему равно? Правильно Единицы Минус Хи п Там будет С Что? Нет, это плохие обозначения Потому что Здесь у нас С простых А всего их тоже Ой, простите Эр Это правильно Ну так сколько Значит А? Эр Правильно Теперь второе Плюс дальше Этик сколько? Ц из р по 2 Ц из р по 2 Что? Ц из р по 2 Да Значит давайте будем писать не r А будем писать Ц из р по 0 Минус ц из р по 1 Плюс ц из р по 2 А в следующем Минус ц из р по 3 И так далее Понятно, да? Понятно А чему равна же эта сумма? Она равна по формуле биному Ньютона Единица минус единица В степени r А это равно нулю Если r больше нуля Правильно Оно равно нулю Если r больше нуля А вот 0 в нулевой степени Это ужасное число Которое очень трудно определимо Поэтому лучше не пользоваться этой формулой А просто предполагая, что r больше нуля Мы предполагаем, что x ни на что не делится А если x ни на что не делится То это 0, это 0, это 0, а это единица Получается, наша функция равна единице, если ни на что не делится А 0, если делится хоть на кого-нибудь Значит, наша функция является характеристической функцией, интересующей нас множество m Характеристическая функция Множество m построенного для наших простых Если мы возьмем все простые, которые там есть до n большого То это вообще все наше множество Я сделал в более общем виде Но в частности, может и наше множество можно получить Если в качестве набора простых взять просто все Простые, которые встречаются до n большого Следовательно Для того, чтобы посчитать Нет, ну простите, я это написал для исходной решетки Но если в n раз сжать и принести все это в куб Перечислить с кубом То все то же самое Надо просто изоморфно отобразить Zn в Zn поделенное на n большое И при таком сжатии получится все, что нам надо Теперь Вот я здесь всюду писал все эти вещи в Zn А надо во всех этих формулах все разделить на n большое Но от этого ничего не изменится, конечно Теперь Теперь мы хотим вычислить сумму Вот эту Мы хотим доказать вот эту формулу А вот здесь стоит средняя А это средняя сумма по всем точкам нашего множества m Но Если мы хотим вычислять сумму по всем точкам множества m То это значит, что мы вычисляем сумму произведений нашей функции У которой хотим брать значение На характеристическую Тогда все другие точки зачеркнутся, а наши останутся Но Когда мы будем умножать на μ То это можно умножать на кусочки Поэтому Сумма значений будет равна сумме значений нашей функции умноженной на х1 Это просто ее сумма во всех точках Минус Сумма значений в точках, которые делятся на p1 Потом на p2 и так далее Плюс, которые делятся на 2 Минус, которые на 3 и так далее Поэтому Нам надо будет складывать значения вот этой функции f Экспоненты Когда х пробегает множество не неделимых точек Для которых мы среднее хотим считать А наоборот делимых Общее слагаемое будет делящееся на p И вот давайте напишем Для общего слагаемого Какую же величину мы будем здесь считать И потом будем доказывать, что это будет стремиться к нулю Но при этом Заметьте, что достаточно доказать Что стремиться к нулю прямо Вот для одного слагаемого Потому что если каждый стремится к нулю То линейная комбинация тоже будет стремиться к нулю Поэтому мы свели вопрос К вопросу о такой сумме Общая сумма, которая нас интересует Чтобы определить среднее арифметическое Это будет, ну, пользуясь той формулой Значит, там будет минус единица В степени s Сумма По произведениям простых Число которых равно s И для каждого из которых Мы вычисляем сумму По тем точкам, которые делятся на p большое Эта сумма По тем точкам, которые делятся на p большое Сама Дается такой формулой Эта сумма По точкам x из множества p большое Zn Деленное на n большое Потому что мы делаем все это на решетке В n раз уменьшенной Постоянную планку учли Внутри нашего куба А здесь надо поставить нашу функцию f Вот эту В точке x Это выражение Называется Тригонометрической суммой И мы ее сейчас вычислим Вот Значит, p большое Это Произведение С разных простых p и 1 p и s Эти числа p p и k t меньше n И все разные И вот Про эту тригонометрическую сумму Мы будем доказывать Что она при стремящемся к бесконечности Стремится к нулю Вот Верхняя сумма Вот эта сумма Нас интересует Надо доказать, что она стремится к нулю А чтобы ее доказать Мы вычислим сначала нижнюю сумму А потом просуммируем Здесь я сталкиваюсь с трудностью Я уже воспользовался Что среднее значение синуса равно нулю А не доказал этого А надо доказывать А чтобы это доказать Надо сложить много синусов Чтобы их складывать Не надо никогда делать вещественных вычислений Потому что комплексные числа Все гораздо проще Поэтому надо писать Не вещественные синусы А писать экспоненты И значит надо вот в этой сумме Значения f от x Складывать вот такие выражения Ну теперь смотрите, что у нас получится Если написать через координаты точки x Вот это вот выражение То это будет вот что Точка x имеет координаты xGT равняется целое число NGT Деленное на N большое Потому что у нас решетка сжатая Значит g от 1 до N И NGT от 0 до N-1 Чтобы мы оказались внутри куба Я забыл сказать Вот здесь вот Что это xGT в этом кубе Будет у меня на самом деле Не совсем обычным А именно Я буду считать Что оно больше или равно 0 И строго меньше единицы Это на самом деле Как фундаментальная область Тора Значит накрытие Потому что повторять Одну и ту же точку на другой стороне Прибавив единицы Не хочется Чтобы не считать лишнего Поэтому я рассматриваю Такой не замкнутый и не открытый куб А такой полузамкнутый и полуоткрытый Ну как полуинтервал Для случая равного единицы Произведение полуинтервалов Левые концы берутся Значение 0 Координатам допускаются А единицы нет Вот Забыл Надо было сказать в свое время Тогда F у меня И напомню F У меня F от x Это е в степени 2π и x А x имеет вот такие координаты Нет, простите Не и x А и kx Там еще скалярное произведение с k Ну вот Ак Житые Челочисленные Номера гармоник Если мы это подставим Если мы это подставим Вот это x-житые и k-житые Подставим вот в эту формулу То у нас получится Е в степени А вот что ж тут будет 2π n-житые Поделенные на n большое k-житые Сумма по j Так я предпочитаю Это записывать так Е в степени Лямбда 1 и n1 Плюс и так далее Плюс лямбда n n-н Прошу прощения За неприличное обозначение n-н Но уж ничего Я думаю можно понять Коэффициенты лямбда У этой экспоненты Как видно из этой формулы Даются такой формулой Лямбда житая Равняется 2π И это горень из минус единицы Умноженное на k-житые Деленное на n Деленное на n большое Это ряд Это сумма Там конечный ряд Такой Сумма n в степени n в членах n в степени n в членах Этот ряд Можно прочитать так Надо просуммировать по одной из координат А потом умножить на остальное А остальное тоже так же То есть это есть просто произведение Е в степени Лямбда 1 n1 Сумма По n1 n где у нас вот От 0 До n минус единицы Умножить на такую же сумму По n2 Произведение n маленькая Сумма Теперь чему равна Каждая из этих сумм А здесь стоит Геометрическая прогрессия Это единица Плюс е в степени Лямбда 1 Плюс е в степени 2 лямбда 1 3 лямбда 1 И так далее Получается Е в степени Получается Е в степени n лямбда 1 n большое Минус единица Разделить на Е в степени Лямбда 1 Минус единица Ну и в последнем Е в степени n лямбда n Минус единица Поделенная на Е в степени Лямбда n Минус единица А теперь вспомним Что такое лямбда Если мы умножим На n То получается n лямбда Житая Равняется 2π Кажитая А что такое 2π и Кажитая Кажитая Целое число Значит это И умноженное На целое кратное 2π А теперь надо Писать Е в степени Целое кратное 2π Умноженное На i Но е в степени 2π Равно единице Главная Формула Эйлера Поэтому Числители Все равны Единицам Поэтому Ну вот Экспоненты В числителях Равны единицам А разности Нуля Поэтому Это произведение Равно нулю Если только Знаменатели Не нули Надо быть Аккуратным Значит итак Предположим Что Лямбда Житые Отличны от нуля Замечание Достаточно Чтобы хотя бы Одно из лямбда Житых Было отлично от нуля Потому что Мы тогда Сделаем так Из этих сумм Будем вычислять Не все А только ту Которая соответствует Этому лямбду Она будет ноль А остальные Какие-то числа Но 0 умноженное На какие-то числа Все равно ноль Если есть Хотя бы Одно лямбда Отличное От нуля То все Это ноль Вот Ну отсюда Следует Конечно Что все У нас Прекрасно Произведение Значит Ноль Как и должно быть Для Этого Самого Без Нашего множества Простите Это я Что считал Это Я считал Просто Для Самой Экспоненты То есть То есть Это я считал Сигма 1 Я суммировал Здесь Видите По всем Векторам Не умножал На Хи Это сумма По всем Векторам Я доказал Что Если Гармоника Не нулевая Если Одно из Лямбд Ну если Одно из К отничных Нуля Хотя бы Если волновой Вектор Не нулевой То тогда Среднее Равно Нулю Я этим Пользовался Раньше Когда Выписывал Эту формулу Я сказал Что это так А теперь Доказал Если К не равно Нулю То Среднее По всей Решетке Равно Нулю А поэтому Надо доказывать Что среднее И по нашему Множеству М тоже Равно Нулю Хорошо Теперь Будем Учислять Сигма П Для Сигма П Совсем Ноль Не получится Но Надо будет Оценивать Сверху И доказать Что когда Н стремится К бесконечности Сигма П Мало А тогда Альтернированная Сумма Тоже будет Мала И получится Что стремится К нулю И получится Доказать С равномерным Распределением Если мы будем Делать Такую же Выкладку Но не Для Всех Векторов А только Для тех Которые Делятся На П Большое То у нас К В этом Месте Ну Не К Простите Мы Где Векторы Это Кто Это Н Житые Значит Н Житые Будут Делиться На П И Поэтому Получится Такая же Формула Вот Но Придется Вот эти Лямбда Житые Ставить Делящиеся На П Значит Получится Такая же Формула Для Сигма П Это Сумма Е в степени Лямбда 1 Н1 И так Далее Но Н1 И так Далее Будут Опять Пробегать Там Целые Точки Пока Не Выйдем Из Нашего Куба Но При Этом Поскольку Эти Н Делились На П Мы Можем Это П Отнести К И Поэтому Можем Вписать В этой Формуле Что Просто Суммируется По Всем Лямбда Н Н Н Н Н Слишком Большим Но Лямбда Житая Равняется 2П И К Волновой Вектор По Прежнему К Житая Деленная На Н И Помноженная На П И Вот Мы Хотим Теперь Суммировать Оказывается Вычисление Проводится Двумя Разными Методами В Зависимости От Того Будет Ли Это Число П Большим Или Маленьким Вот Два Случая Первый Случай П Произведение Простых Больше Или Равно Н Степени Альфа Альфа Это Параметр Нашей Конструкции Который Я Выберу В дальнейшем Вот Это Значит Суммирование По Таким Редкой Редкой Подрешетке Это Подрешетка У которой Шаг Будет Не Единица Делить На Н Большое А П Большое Делить На Н Большое Дальнейшем 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 Посмотрим Сколько Слагаемых Если Если у нас Такой Шаг То Число Точек Такой Подрешетки Будет Не Н По Каждому Направлению А Н Делить На П Ну тут Целую часть Надо писать Я не буду Это На симптотики Не влияет Поэтому Можно написать Где-то Надо прибавить Единичку Или написать Что не больше Но я буду писать Просто Н На П Вот А Направление У нас Н Маленькое Поэтому Число Точек Решетки Такого Порядка А Слагаемые Которые Мы Суммируем Это Экспоненты Мнимых Значений Поэтому Их По Модулю Равны Единице Поэтому Получается Что При Этом Условии Сигма П По Модулю Не Превосходит Число Слагаемых А Число Слагаемых Н На П В степени Н Но П Больше Чем Н В степени Альфа Значит Н На П В степени Н Меньше И равно Чем Н В степени Единица Минус Альфа Н Конец Случай Случай Один Редкие Гармоны Эти редкие Подрешетки Суммы По редким Подрешеткам Оцениваются Просто числом Слагаемых И получается Вот такая Оценка Второй Случай П Меньше чем Н степени Альфа Вот посмотрим на эту формулу П Делить на Н Будет маленьким Надеемся Н Или большое П Меньше чем Н степени Альфа Значит Здесь будет Если Альфа Меньше Единицы То здесь будет Маленькое число Маленький множитель Поэтому Е в степени Но Здесь надо Конечно Объяснять Ну давайте Сейчас докажем Некоторую лемму Объяснение Будет при ее использовании Но лемма Сама по себе Довольно понятная Значит Вот какая Лемма Разделим Лямбда Житая На 2Пи Это вещественное число П Кжитое Поделенное на Н Если П Маленькое То и это число Маленькое Что? А зачем там модуль? Модуль из-за того Что К может быть Отрицательным К бывает Отрицательным Это волновой вектор Он бывает Отрицательным Вот Получается Модуль Кжи Поделенный на Н Степень единицы Минус альфа Потому что П Оценено Отсюда следует Оценка Снизу Для Но я напомню Там когда мы суммировали Геометрическую прогрессию То у нас там было Такое число Е в степени Какое у нас там стояло число Е в степени Там было Где же мы писали Эту формулу Н Лямбда Ж Минус единица Деленная на Е в степени Лямбда Ж Минус единица Вот мы хотим Оценивать сверху Такие выражения А для этого Мы будем делать вот что Мы будем оценивать Эту сверху А эту снизу Числитель сверху А знаменатель снизу Вот сейчас В данную минуту Оценим знаменатель А потом числитель тоже оценим Значит оценим знаменатель Е в степени Лямбда Ж Минус единица Чего он больше Здесь утверждается Что это число Лямбда Составляет Малую Вот угол На который Вот смотрите Е в степени Лямбда Ж Лежитая Лежитая Лежит на единичной окружности Вот тут есть точка единица А у него есть аргумент Этот аргумент Это лямбда Ж Поделенная на 2π И На 2π 2π умноженное на угол Значит вот эта вот Величина как раз Лямбда Ж Лежитая деленная на 2π Вот эта вот величина Она не превосходит Вот этого Отсюда следует Что расстояние Между этими точками Е в степени Лямбда Ж И минус единица Вот оно Больше или равно Двойного синуса Половинного угла Потому что Длина дуги Больше длины хорды А теперь это оценивается снизу Синус Малого между прочим угла Потому что лямбда у нас маленькая Синус маленького угла Вот здесь Вот это число Эта буква означает двойку А вот эта буква означает Коригес минус единица Ну я не пишу Корень Очень трудно писать Я пишу И вместо корня Из минус единица Хорошо Хорошо Так вот Смотрите Синус Вот если это угол Какой-нибудь альфа То синус альфа Пока альфа мал Меньше пи пополам То синус альфа Будет больше или равен Чем альфа умноженная на константу Вот синус больше Чем вот эта хорда А выше идет А эта хорда Альфа умноженная на 2 Делить на пи Потому что Пи пополам альфа И в точке альфа равно пи пополам Получается двойка Значит тангенс угла наклада 2 делить на пи Поэтому этот синус Можно оценить снизу 2 А здесь надо написать Угол Синус которого берется Умноженный на 2 И поделенный на пи Угол Лямбда житая Деленная на 2и Умноженная на 2 И поделенная на пи Равняется Ну конечно Равняется Значит Ну тут 4 пи Нет погодите Что-то я Одну минуточку 2 на пи Нет Синус альфа Больше чем что 2 делить на пи Правильно Больше 2 делить на пи Правильно Да Значит получается 4 делить на пи Лямбда Житая пополам Нет Еще и Что? Модуль Модуль мы оставим Тогда будет так Еще где-то и было Что? Модуль и Модуль и единица Поэтому я в формулах Где и в знаменателе И берется модуль Это и могу не писать Экономия мела Равняется 4 Теперь Подставляем Лямбда Житая Модуль Кожитого И п Делить на n Потому что Где-то у меня написано Лямбда Житая Вот оно 2 пи П Делить на n Кожитая Вот кожитая Осталась П Осталась Делить на n Осталась 2 пи И А вот тут было Тут было пи еще А тут В знаменателе пи А в лямбда Житой в числителе пи Поэтому они сократились Поэтому они сократились И так получается Что эта экспонента Больше или равна 4 Кожитая П Делить на n Вот оценка Снизу Знаменателе А теперь оценим Сверху числитель Только у меня время Кончается Ну Ну понимаете Вычисления нужно делать Куда же деваться От них К сожалению Мы без них Не обойдемся Но Заказать Что без вычисления Не получилось Они уже близки к концу Но все-таки Еще не кончились Дело вот в чем Когда мы берем суммирование Вот чтобы посчитать Вот это вот число Н большое Это число слагаемых А слагаемых Мы не знаем Сколько у нас точно Потому что Шаг у нас теперь Не единица на n А шаг у нас теперь П делить на n И поэтому Число слагаемых Там будет Вот какое Надо взять Н делить на p И потом взять Слагаемое Взять целое число Которое Больше чем это И наименьшее Это почти целая часть Но не совсем целая часть Это там Что-то на единичку Может отличаться Оно во всяком случае Больше Чем все номера n житые Которые у нас входят Все номера Точек По которым мы суммируем Значит они Будут не превосходить Вот этого числа Н штрих Значит Н штрих Приблизительно Вот это столько Но не совсем Вот Значит обозначим Это число Н штрих Тогда Н штрих Минус n на p Не больше единицы Значит число Отличается от дроби Н на p Не больше чем на единицу Но если n на p делится То это будет просто n на p А если не делится То может на единичку Быть больше или меньше Там Ну не важно В какую сторону Не больше единицы Во всяком случае Из этого следует Что лямбда штрих Простите Лямбда житая Умноженное на n штрих То что у нас появится Вот здесь n штрих должно стоять Следующий номер В геометрической прогрессии n штрих Так вот Умножается на лямбда житая Вот И тогда Это число Будет довольно близко К тому Что мы n на p Умножим на На лямбда житая А лямбда житая Ой я стер его Оно как раз нужно Ой 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 Оно у меня здесь то и стояло Лямбда житая Напомните мне пожалуйста Какая там была формула Где она Это Это не то Это p равно единице А теперь было p Там еще надо умножить на p 2pi p k житая Делить на n Так вот Если мы умножим на n штрих То Значит будет Простите Сейчас Я поторопился Сейчас Что-то у меня тут написано Меня интересует Лямбда житая Умноженная на n штрих Это равняется Я хочу сказать что Если бы мы лямбда житая Умножили бы на n То получилось бы 2pi p На k житая А мы его умножаем Не на n А на n штрих Но n штрих Давайте вот мы его n штрих Это примерно n на p Давайте умножим на n на p Тогда будет вот так А мы умножаем Не на n на p А на n штрих Но разница не больше единицы Поэтому Разница Лямбда житая Умноженная на n штрих Минус лямбда житая Умноженная на n на p Не превосходит Значит Чего же она не превосходит Сейчас В лямбда житом Надо посмотреть Вот n на p Будет 2pi Модуль 2pi И значит Мы умножаем на n Делим на p Умножаем на n Делим на p Просто скажи Вот такое неравенство А отсюда получается Что Вот Если мы лямбда житой Умножаем на n на p То получается Целая кратная 2pi А если мы умножаем на n штрих То получается Малоотличающаяся Там что-то не то написано Что? Где-то Там что-то не то написано Сейчас Сейчас У меня тут выписано Время кончается Надо Я выпишу правильное неравенство А на доске А на доске Я может быть Тут что-то такое Переносил с одной строчки В другую Неправильное Но правильное неравенство Которое должно получиться Оно такое Лямбда житая Умноженное на n штрих Минус 2pi И kg Меньше или равно 2pi kg p деленное на n Вот если тут не запутаться В этих выяснениях То должно получиться это А теперь смотрите В чем дело Мы ведь предполагаем Что мы находимся В случае 2 Когда p мало По сравнению с n А так как p мало По сравнению с n То p деленное на n Меньше Значит Это разность с мала А раз это разность с мала То значит Этот показатель Близок к единице А если этот показатель Близок к единице То мы можем оценить Вот эту вот разницу Между точкой на окружности И единицей Мы можем ее оценить Таким образом Что она меньше или равна Это разность Меньше или равна Длина дуги А длина дуги Это вот эта Поэтому получается Что числитель В этом случае В 2 Числитель Который нам нужен Е в степени Лямбда Ж Пн штрих Минус Единица Оценивается Сверху Величиной 2пи Умноженной на Кжи И с коэффициентом Пн на н Сейчас Потому что угол Тут Надо Смотреть Вот Здесь он есть Лямбда Жин Штрих Минус Вот 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 Эти Вот этой величиной Умноженная на П Поделенная на Н Угол Это вот Это Вот этот угол Теперь у нас Числитель оценен Сверху Знаменатель Оценен Снизу И значит Получается Оценка Дроби А потом Еще надо Суммировать Попе И разбираться С тем Что получается Это Сегодня мы Конечно Уже не успеваем Закончить Но Что делать Математика Требует Также Некоторое Количество Учислений Что-что Стоит Это ошибка Спасибо Ну тут Можно и зачеркнуть А на тк поставить Мода Спасибо Вы совершенно Правы Я просто Так торопился Чтобы Уложиться В Время Положенное Ведь Надо же Кончать Правда Же Время То есть Стекло Так Благодарю За внимание Доказательство Не кончено Но Осталось Ну примерно Четверть Доказательства Из этих Из этих Из этих форм Все вытекает Что нужно Но нужно Сложить Все ответы Которые мы получили И получится ряд И его надо Просуммировать Но Времени на это Сегодня нет Продолжение следует...